всем привет мои дорогие вы на канале путин врач и я ведущая ирина и сегодня на кухне хостела в котором я проживаю со своей семьей в эвакуации я хочу приготовить на ужин на нашу дружную веселую компанию рагу блюдо самодостаточное нам здесь не нужен ни гарнир ни салат все быстренько положили приготовили и вуаля блюдо готово а как это сделать быстро просто и вкусно я вам сейчас расскажу и покажу и да у нас один секретный ингредиент заинтриговала без которого рагу не получается такое вкусное как мне нравится и думаю тоже вам понравится сто процентов так рагу у нас будет не вегетарианское не овощное с мясом поэтому я взяла уже полтора килограмма филе я его промыла просушила бумажными полотенцами овощи также нам понадобятся две крупные моркови 3 луковицы средних полтора килограмма картошки у меня здесь сейчас у нас молодой перец я их беру три штучки 3 помидорчика капуста нам конечно же нужно будет нам понадобится половина здесь грамма 800 примерно чесночок обязательно также без чесночка я беру половинку головки и вот он секретный ингредиент я очень люблю рагу именно с кабачком когда он освежен кабачком обязательно готовлю это блюдо 1 кабачок нам средний понадобится томатная паста 2-3 столовые ложки столовая ложка соли 3 столовые ложки сахара и специи я хочу взять смесь перцев и паприку больше никаких специй добавлять не будем потому что овощи дают свой неповторимый незабываемый вкус который я и хочу сохранить в этом блюде конечно же зелень у меня небольшой пучок укропа петрушка молодая возьмем несколько веточек и конечно же растительное масло масло у меня сегодня рафинированное подсолнечное масло обычное вот и все что нам понадобится и так давайте приступать к приготовлению для начала нарежем лук и морковку лучок разрезаем и нарезаем крупным кубиком берем широкую кастрюлю разогреваем и наливаем растительное масло примерно миллилитров 100 отправляем сюда нарезанный лучок и обжариваем его на сильном огне и пока у нас лучок обжаривается мы быстренько идем нарезать морковочку морковку нам нужно тоже нарезать крупным кубиком несмотря что овощи много ингредиент ингредиентов казалось бы много но блюдо это готовится поверьте мне намного проще чем вы можете себе представить разрезаем и тоже нарежем крупненьким кубиком морковку мы тоже отправляем к руку размешаем и пусть они обжариваются теперь у нас вместе куриное филе мы тоже нарежем кубиком примерно 2 на 2 сантиметра здесь мы все нарезаем кубиком и не овощи у меня уже обжарились самое время добавлять сюда мясо высыпаем нарезанную филе сразу же столим перчим хорошенечко размешиваем и обжариваем на сильном огне и но 5 конечно же помешивая чтоб нигде ничего у нас не пригорело мясо когда хорошо обжаривается от всех сторон делаем огонь средний накрываем крышкой и тушим минут 15 и пока у нас есть 15 минут пока тушится мясо мы нарезаем все овощи картошку разрезаем пополам и как я сказала все нарезаем кубиком тоже примерно полтора на полтора сантиметра высыпаем большую миску и нарезаем капусту шашками для этого убираем качу ручку берем вот эти вот грубые части вот эти вот грубые жилы нарезаем теперь перцы разрезаем пополам удаляем все ненужное и тоже режем квадратиками теперь кабачок 15 минут прошли мясо у нас уже протушилось до полуготовности с морковочка с лучком пахнет обалдеть и сейчас будем добавлять сюда овощи вот эти все красивые овощи которые мы с вами нарезали пускать писаться еще минут пять а мы нарежем с вами помидоры разрезаем помидорчики пополам удаляем вот эту плодоножку и нарежем тоже кубиком примерно сантиметр на сантиметр добавляем к овощам помидоры сахар 3 столовые ложки добавлю столовую ложку паприки томатную пасту примерно 100 миллилитров кипятка и опять же хорошенечко все размешаем нагрев оставляем средний накрываем крышкой тушим еще 30-40 минут смотрим по готовности чесночок почистим и меленько нарубим можно также через чесночный пресс пропустить но я люблю вот так раздавить и просто мелко нарубить укроп и петрушечку тоже меленько нарежем соединим теперь чесночком еще хорошенечко вот так порубим рагу у меня тушилось 40 минут оно почти готово сейчас добавляем зелень чесночком нарубленным размешаем и будем тушить еще минутки 3-4 не больше чесночок отдал свой аромат зелень тоже очень вкусно ароматно пахнет осталось совсем чуть-чуть подождать пару-тройку минуток наше вкусное блюдо готово уже там тадам тадам давайте скорее же уже насыпать я люблю рагу насыпать в пиалочку чтобы и соуса побольше было овощи у нас не разварились целенькие мясо тоже целенькими кусочками все очень вкусно и аппетитно выглядит мне уже не терпится все это попробовать скорее горячо мясо очень горячее давайте овощи попробуем друзья как же это вкусно овощи мягенькие внутри целенькие тушились вкусном соусе с мясом но просто объедение чесночок зелень все хорошо прекрасно сочетается и как я говорила такое блюдо не требует нам ни гарниров ни салатов оно самодостаточное готовится быстро легко и просто вы в этом сами убедились если вам понравился мой рецепт обязательно его приготовьте делитесь им с друзьями ставьте лайки фото отзывы свои как всегда можете прислать мой инстаграм а чтобы первыми узнавать о вкусных новинках новом канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик я же с вами прощаюсь всем желаю мира и добра всех люблю целую всем пока 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 а